Вы же такие яркие родины. Спасибо, Юрий Захарович, потому что у вас выступать вообще очень непросто. Всегда ваше выступление все охватывающее, исторически достоверное, проверенное по фактам и полное эмоциональное воздействие. Спасибо вам большое. Сегодня мы встретились с моим другом Залманом. Он говорит, что на работе надо пойти к моей тете. И я, конечно, считаю, за честь присутствовать здесь, вспомнить эту великую женщину, о которой можно посвящать поэмы, слагать песни, читать стихи, воспевая женщину доблестного труда, и не в том понимании социалистического труда, а еврейского труда, великая еврейская женщина, которая не понимала женщин, которые могут сидеть без дела. Как это такие говорили, даст боли, даст, и так далее. Вы понимаете, но это женщина, которая была неведома безделия. Это была женщина, которая неведома вообще отдых. Она не понимала, как можно сидеть и ничего не делать. Когда я смотрю на двух замечательных дочерей, Светочку, наша Келина, она, и Реночку, я вижу, какие они, вот я смотрю на них, и каждая из них может с гордостью сказать, я дочь и детей женщины. Света Морозь спокойная. Понимаете, потому что это настолько ответственно, только после ее смерти начинаешь понимать, как важно нести ее знамя. Как важно, чтобы именно по женской линии переходы в очень сильные вены. Чтобы их девочки тоже были такие, как бабушка. Чтобы они нести в себе знамя деятельности человека, который может себя концентрировать в любом деле и быть успешным. Вот это удивительное чувство Дева меня всегда поражало, потому что еврейская женщина всегда в нашем понимании, как бы она за очагом, она в свое время как бы воспитывает, но она при этом умудрялась быть такой работоспособной. В пяти утра по всей Махалине раздавался штук этого... Назвы, ну, это... Топора. Топора. Топора, топора, знаете, слово такое жесткое. Как будто бы хотел найти другое слово, не подобрал. Вы понимаете, именно это значит, говорите, что в этом месте сейчас совершается такое богоугодное дело, и вопреки всем нормам советского порядка, в частном доме сделали большую битву за всех нас. В этом доме прошло мое детство. В этом доме приходили одноклассники Радика Арамбаева, Морина, друзья, все приходили, мы всегда видели твой шеф, я сейчас пойду, и мы всегда видели эту большую, грустную семью, в которой всем всегда живет на небо. Я очень благодарен моему другу, Радину Заввину Заревнуву, который всегда с честью несет это свое доброе имя, своей тете. Я никогда не забуду, как он тяжело пережил ее смерть. Я даже не догадывался, что она так дорога ему, что он был в его миграции и мало общается с ней, приехав в Америку, открыл в ней, как свою вторую маму. Знаете, он все-таки был софир был здесь, и у него родственников здесь не так много, кроме вас, но именно благодаря тете Маруси он приобрел в ее лице бабрак, тетя бабрак именно такое доброе отношение. Я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Я обращаюсь к Борису и к Радину, и к Свету с одним предложением. Как удикалечить великую женщину нашего города? Я вам предлагаю, вот сегодня Рабай, я вам буду спросить на разрешение, в вашем доме вы пекали бацюр. И я не знаю, почему это пригласилось для бухарских евреев. Вы должны возродить пикантию и назвать это мафраком, чтобы мы все, бухарские евреи, имели возможность брать вот такую бацюр, читать, так, как это было сто лет, если это было правильно, вы рак гармонии. Да или нет? Нет. Вот я думаю, у ваших мощностей хватит на супе корню, рабочих вы найдете, Рабай будет маждяком у вас. Я опишу это, и мы таким образом воскресим великий труд великой женщины, которая нас всех радовала своим добрым. Ну, дождь, я в доме. Хундури, так, я еще раз говорю. Хундури, вот здесь у нас есть свой хундурик, его зовут Исак Головик, подбеки на здоровье, он весь хабат возьмет от себя, а мы другие хундури возьмем, никакой мафии здесь нет, надо все про закону правильно, вот у нас главный мафин, МРС-мурус, он все это покроет, и все будет нормально. Я думаю, собрание примет вам предложение. Кабарканцы, покажите мне! Да, да! Вы поддерживаете меня? Вот, колопатия с нами, революция продолжается, и я хочу это поблагодарить. Почему? Потому что я всегда вспоминаю, что для бухарско-еврейской семьи было, это коллективно, всей семьей ходили к вам домой с места, правильно? И как мы гордились, что мы к вам приходили, что у вас все чисто, правильно, достойно. И это будет то, что навеки сохранит имя великой дочери Самарханда Мафрат Арабаеву. Всего хорошего. Всего хорошего.